Друзья, всем здарова, вы на канале ММА Ревью. И сегодня у нас разбор для настоящих фанатов, который не наберет много просмотров, но сделать я его был обязан, да и к тому же обещал. Всеми любимый Шоу Тайм возвращается уже в этом месяце в бои против почти никому неизвестного бразильца Диего Феррейры. Но я вам скажу, этот Диего очень непростой. В прошлых боях он прошел двух сильных российских бойцов, Рустама Хабилова и Мэрбека Тайсумова. И теперь же его навыки будет тестировать бывший чемпион легкого веса Энтони Пэттис. И давайте прямо сейчас постараемся разобраться, неужели у нас появится новая бразильская звезда, которая громко заявит о себе и залетит в топ, или Шоу Тайм без проблем нокаутирует соперника. Ставьте лайк, подписывайтесь и погнали. Стартуем же с Шоу Тайма. Энтони Пэттис, американец, ему 32 года, бывший чемпион легкого дивизиона. В последнее время выступает с переменным успехом в буквальном смысле, только посмотрите его рекорд. В прошлом поединке проиграл Нейту Диазу решением, а до этого же феноменально нокаутировал Стивена Томпсона. Кстати, если посмотреть на рекорд Шоу Тайма и следовать его традиции, то в следующем бою он должен 100% побеждать. Сейчас же Пэттис громких заявлений не делает, и принимая такой бой с соперником не из рейтинга, сильно рискует улететь в небытие. Но я думаю, он знает, что делает. Его плюсы это нестандартная ударная техника и высокий уровень джиу-джитсу. Провел же он за карьеру 31 бой, одержал 22 победы, 18 досрочных, при 9 поражениях, 6 из которых дошли до решения. И его соперник Диего Феррейра, крайне непростой, опасный бразилец. Идет уже на серии с 5 побед подряд. Кстати, последний раз он проигрывал Дастину Парье, улетев в нокаут. Но сейчас прям набирает обороты, но, к сожалению, вообще не развивается медийно, и такой бой для него настоящий подарок судьбы. В последних же боях Диего побил Рустама Хабилова решением, и даже доминирующий нокаутер Майербек Тайсумов вынужден был с ним в бою отступать и также уступил решение. Диего же в целом хорошо укомплектованный боец, и борется, и много бьет, и неплохо проводит приемы. Провел же он за карьеру 18 боев, одержав 16 побед, 9 досрочных при двух поражениях. Теперь же погнали к разбору, и начнем по всем канонам с опыта антропометрии и кардио бойцов. Если говорить про опыт, то, конечно, у Петтиса его больше. Но, думаю, в этом поединке ждать каких-то стратегий – такое себе дело. Но здесь, без сомнений, Петтис фаворит, титульные зарубы, громкие сильнейшие соперники – все это именно на его стороне. В антропометрии все плюс-минус одинаково – ровесники, Петтис немного выше, у Диего размах рук чуть больше, а так без явных преимуществ. А вот что касается кардио, здесь уже есть некие наблюдения. В целом же на дистанции в три раунда ничего прям страшного выделить не получится. Но Шултайм со всеми своими выкрутасами подсаживается уже после экватора поединка. А вот Диего наоборот – либо все время работает в одной паре, либо начинает даже к концу добавлять. Но есть один маленький момент – даже максимально уставший Петтис все равно опасен, в андербой нам не даст соврать или тот же Фергюсон. Поэтому здесь тоже, знаете, верить в кардио Диего сильно не стоит. Энтони-то уставал в боях с кем? С лучшими. А Диего по кардио, может, явно и не садился, но с кем он дрался? Следом давайте пройдемся по борьбе, где оба бойца очень даже подкованы. Если прошерстить Ютуб, с Диего роликов почти нету, конечно же, кроме схваток джиу-джитсу. Бразилиц имеет черный пояс, конечно, куда же без него. Хорошо подкован на канвасе, и хоть переводить особо-то у него не получается, и тейкдауны очень редкие. Но все же он опасен, опасен и может что-нибудь прихватить. Но только не Петтису, Шоу Тайм это настоящий сатана на канвасе, готов подстегаться с любым. И не удивляйтесь, если он задушит Феррейру. Энтони также имеет черный пояс, его БЖЖ атакующая, и куча попыток накинуть прием, если появляется возможность. Опыта в ММА у Шоу Тайма в борьбе куда больше, проводил совмещенный он не абы кому, а очень крутым чувакам на канвасе. Например, Бенсон Хендерсон, Чарльз Оливера, Майкл Кьеза, ну вы понимаете. Диего уже душил только когда-то давно никому неизвестных бойцов с отрицательными рекордами. И в этом аспекте мой фаворит именно Петтис, и я думаю бразилец конечно хорош, но Шоу Тайму есть что предложить. И теперь что касается ударной техники, этот аспект всегда интересен, когда дело касается Петтиса. Что же вам рассказать про бразильца? Он отличный тайский боксер, любит работать первым номером, накидывает по всем этажам. И в последних боях был очень точен и реально крут. Например, Тайсумова и Хабилова он перебил вдвое, а вы знаете, эти ребятки очень стойкие и сильные. Тайсумов переронял всех ноунеймов, Хабилов ронял Масвидаля, но вы понимаете о чем я. Ну а Петтиса вы все прекрасно знаете, ударка это его смертельная база, третий дан Тэквондо, куча вертушек, нестандартных ударов, комбинаций, которые Шоу Тайм дарит нам в каждом бою. А это значит, что в каждом бою он готов рисковать и будет рисковать. И даже когда шанса у него вообще нет, он его все равно находит. Но согласитесь, за голову руками точно хватались, когда он вырубил Вандербоя или уронил Эль Кукуя. Единственный минус Петтиса, он ломается под прессингом, когда его давят, он теряется. Работать вторым номером у него хорошо не всегда получается и ему нужна свобода действий. Когда его постоянно поджимал Парье, Тони или тот же Диас, Шоу Тайм начинал сыпаться. Это я думаю и скажется в этом поединке. Диего любитель забрать центр октагона, забрать работу первым номером. И такой формат боя Петтису точно будет не по душе. И я бы отдал предпочтение в стойке Феррери. В прогнозе на бой мне почему-то больше верится победа бразильца. Конечно я не поверю, что Диего сможет обыграть Петтиса на канвасе. Попытаться защищаться, да, но провести прием Шоу Тайму конечно нет. А вот в стойке Феррери это контр стиль Петтиса, давление и прессинг он навязывает очень хорошо. Энтони с этим может и не справиться. Но опять же, Вандербой тоже на бумаге убирал Шоу Тайма в легкую. И в бою так и было, но концовку вы все помните. Не удивлюсь, если Петтис и в этот раз что-нибудь выкинет. Но все же я думаю, бразилец заберет победу. Смотрится сейчас он увереннее. Набрал отличную победную серию. Когда Петтис в каждом поединке получает травмы, то предплечье сломает Тори Бро ту ногу. Тяжело дается парню с гонки веса. Хотя, конечно же, я всей душой буду болеть за Энтони. Надеюсь, он не нарушит свою традицию. И в этом бою опять нас всех удивит. Вот такая вот заруба пройдет уже в этом месяце, а именно 19 января. Пишите в комментариях, как думаете, кто заберет победу. Сможет ли Петтис нокаутировать бразильца или Диего уверенно залетит в топ дивизиона. Также ни для кого не секрет, что в главном бою вечера в дело вернется Конор Макгрегор против Дональда Ковбоя Сироне. И очень мощный разбор уже давно есть на моем канале. И в комментариях там очень жарко. Зацените. А у меня же на сегодня все. Ставьте свой мощный бойцовский лайк, если ждете этот карт. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И, конечно, обязательно подписывайтесь на канал. Всем мир. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok